Ребят, привет мои хорошие, привет мои родные. Я еду из больницы. Я даже не знаю с чего начать. Некоторые скажут, что дурочка, некоторые поздорадствуют, некоторые пожалеют, а некоторые просто с меня поржут, как с дурочки. В общем, я не знаю, что сегодня на меня нашло и какое что произошло в моей голове, в общем, у меня сегодня должна была быть операция на половина пятого. И значит, утром я проснулась, я знала, что все нормально, что мне нужно было максимум завтракать в 9 часов и потом до половины пятого мне есть нельзя было. Вот. И так и было. Ничего не предвещало беды. Потом, значит, мама моя там начала подготавливать перец к закатке. А я решила сварить просто овощной суп-пюре к Данилу при ходу со школы. Вот. Без мяса, без ничего. Чисто овощи на блендере с оливковым маслечком и все. Вот. И, в общем, ребят, перекраивает мне мою что-то голову. Я не знаю. Я просто не знаю, не могу себе найти оправдание. Хотя я держу всегда такой девиз, все, что не делается, все делается к лучшему. И ничего в этой жизни просто так не делается. Вот. В общем, я налила в пиалочке маме, Юле, в общем, все это. Думаю, а ну-ка и себе насыплю. И насыпала себе такую небольшую тарелочку и тоже похлебала. Правда, без ничего. Все, в принципе, можно сказать, что я попила. Ну, вот такую такую полу... Ну, в общем, супер из овощей. Вот. Что вам рассказываю? Вот. Ну, прошло, допустим, прошло уже три с половиной часа. Даже, ну, почти четыре даже там. Пятнадцать минут не хватило до четырех часов. Я говорю, что я ничего. Я не ела мясо, я не ела хлеб. Ничего. То есть, если бы они меня через час взяли, ничего страшного. Ну, нет. Уперлись и меня не приняли. И я вот и иду такая. Я, конечно, с одной стороны рада, потому что я была очень против. Я не знаю, меня что-то в душе как не пускало, как что-то останавливало. Вот. И, получается, на позже время, там, допустим, чтобы через пару часов, допустим, взять меня, так как они работают, у них, ну, операции, по-моему, они ведут, сказали, до одиннадцати, до двадцати трех, по-моему. Вот. Ну, они меня, в общем, не взяли. Ну, ладно, иду. То такое. Не взяли уже и не взяли. Но сам факт в том, что у восемнадцатого, то у меня химиотерапия. А, получается, теперь сито, ближайшая к хирургу, только есть на двадцать второе число. Вот. Онколог ногами аппетита по поводу того, что сильно плохие вены не хочет меня брать на четвертую химию без этого катетера. В общем, у меня этот катетер, ребят, это просто какое-то проклятие, я не знаю. Ну, то врачи чудят, то моя дырявая голова чудит. Вот. Ну, вот такая вот у меня новость сегодня для вас. Не знаю, я же говорю, не знаю, или хорошая, или она, или плохая. Вот. Немножечко я такая, я рада, честно. Я рада, что так это, потому что я панически этого не хотела. Но я, допустим, себя так неловко чувствую, мне не так, не очень хорошо, что я вот именно заставила, ну, подставила людей. Знаете, что на сегодня там, допустим, было назначено все это. То есть я сегодня выслушала анестезиолога, да, потом на ресепшене там все это послушала, как я могла так это. Ну, вот так, вот так вот получилось. Я не знаю. Я знаю, что я виновата. Я знаю, что я бессовестная. Сейчас многие скажут, а, прожрала операцию. Да, прожрала, зато еду домой. Довольная, как чушерский кот о том, что меня никто не трогал и никто мне не делал больно. Вот, так что вот так вот. В общем, 18-го по плану иду к хирургу, ой, к онкологу, буду разбираться. Но, во всяком случае, до последнего буду настаивать то, чтобы все-таки четвертую химию делали уже по Вене, чтобы не переносить. Вот, дальше, как говорится, поживем, увидим. Так что сегодня вот такое маленькое видео. Просто уже пришла к подъезду и решила вам уже рассказать. Сейчас приду домой. Сейчас мама мне как вставит пистоном. Я ей написала, я еще ей написала, конечно, голосовое сообщение с больницы. Говорю, ма, ну ладно, я дурь, я башка. Я не знаю, во-первых, у меня есть такое. Я стала сейчас замечать по себе о том, что я забываю, что куда там, допустим, положила. Я забываю, что, допустим, если перебили все, я не могу уже вспомнить, то есть у меня есть такие небольшие провалы памяти. Я говорю, ну как, ну ладно, я втупила, ты, ну ты села, ты же знаешь, что у меня операция. Я говорю, почему ты, как ты могла мне не сказать, Даня, куда ты села обедать? Ты что, не знаешь, что у тебя операция? В общем, и Юля знала это, и я знала, и мама знала все это. Но никто не включился, и никто, как говорится, не наставил меня на путь истинный, что сегодня такой ветер. Вот так вот. Так что, вот такие вот, ребята, дела. Но ничего, знаете, что, значит, я считаю так, значит, так, как говорится, было бы угодно. Значит, так должно быть. Правильно? Ничего не бывает просто так. Так, ну все, а теперь я как на парке степша, вот, шпоном и иду довольная домой. Все, ребятушки, я вас целую, обнимаю. Не знаю, воспринимайте меня теперь как сумасшедшего блогера с амнезией. Так что, вот так вот. Все, я вас целую, я вас обнимаю и до скорой встречи.